Чем отличаются критики всех остальных интегральных микросхем? Тем, что они, во-первых, обладают параллельностью, во-вторых, синхронностью. Что это значит? Стандартные микропроцессоры, процессоры, они выполняют данные команды последовательно, и каждая часть микросхемы, она работает асинхронно. То есть мы, когда программируем микроконтроллер, например, мы ожидаем выполнения какой-то операции. Обычно это какое-то недотерминированное время. Когда мы говорим про PLEASE, мы точно знаем, что все операции, все инструкции выполняются одновременно и синхронно, то есть на единой клоке, на единой тактовой частоте. Поэтому время прохождения сигнала от источника до приемника, оно дотерминированное. Ну, к примеру, можно вспомнить цифровые сигнальные процессоры. В них команды конвейеризуются, поэтому можно сказать, что они условно выполняются параллельно, но это такое приближение очень большой синхронности в цифровых сигнальных процессорах также нет. Ну, и в ВПУ их, в общем, тоже нет. Единственное, где есть фактически синхронность, это только PLEASE. То есть мы можем предсказать, что если две операции выполнятся одной, то нет. Ну, а как это работает? У тебя есть входные сигналы и какие-то выходные сигналы, которые ты ожидаешь получить. И внутри какой-то конвейер обработки. И сигнал на входе тактируется тем же самым сигналом, что сигнал на выходе. Они идут синхронно через всю микросхему. Вот. Ну и, конечно, преимущество, которое мы уже рассказали, это максимально кастомизировать девайс под конкретную задачу. Вот эти классы, это классы внутри PLEASE. Вот это все бывает PLEASE? Нет, это отдельное устройство, отдельное устройство интегральных микросхем. А вот PLEASE, это какие из них? UD, ну, программируемый программируемый лоджевый девайс. Ну, я долго выбирала писать по-русски или по-английски, но так как, в общем, сейчас еще принято, ну, как-то они законодательные моды, поэтому мы будем более-менее пользоваться английской терминологией. Ну, тут минутка истории. Самые первые логические интегральные схемы, назывались PAL, PromoLogicArray, это были просто массивы ячеек И, логических И, в которых единожды прошивалась прошивка, и больше они были нерепрограммируемы. На выходе они объединялись по ИЛИ, это были непрограммируемые ячейки, и вот так это более-менее работало. Придумали их, если я не ошибаюсь, в 83-м году команда Уэйтис. Хотя я не думаю, что вам интересны эти номинования. Ну, не суть. В общем, 83-й год – начало этой эпохи приз. Следующие за ним были Generic and Logic, к них уже добавилась обратная связь, вот здесь вот, вот этот же массив логических элементов, и к ним вот сюда подсоединялась вот эта конструкция из регистра, и шины мультиплексирования выходов, и шины мультиплексирования обратных связей. Она уже была репрограммируемая. Это 84-й год. В 85-м компания была образована компания Xilinx, и практически сразу они выпустили первые CPUD. Это то, что применяется уже сейчас и существует до сих пор. CPUD отличается от галлов только тем, что это как бы много галлов, размноженных по микросхеме. Вот, они уже репрограммируемые тоже, и их отличие, в общем-то, от FPGA, мы, наверное, больше говорили про FPGA, в том, что в CPUD обычно хранилище прошивки, оно находится в самой микросхеле, и, соответственно, это энергонезависимая память, и когда ты включаешь микросхему, на ней уже есть, ну, на ней есть та прошивка, которую туда прошил. В FPGA нет энергонезависимой памяти, она каждый раз стирается, поэтому ей нужно подключать внешнюю память, которая будет сравнится с прошивкой. Ну и второе основное отличие FPGA от CPUD в том, что вместо вот этой вот репрограммируемой матрицы логических вентилей, в них таблицы перекодировки, wood tables, то есть, ну, такие небольшие память, память, небольшая память. Это позволяет сократить место на кристалле и напихать их туда гораздо больше, чем вот здесь. Здесь стандартный размер, ну, там, от десятков логических ячеек до нескольких тысяч, здесь-то пара миллионов может доходить логических ячеек вот таких вот блоков на одной микросхеле. Сколько еще у вас таких блогов? До пары миллионов. Ну, собственно говоря, чем отличаются, что вообще входит в состав PLIS помимо логических ячеек? Ну, и как вообще разобраться во всем этом многообразии, которое существует на рынке? Ну, во-первых, они отличаются по размеру, да, по количеству логических ячеек. Я выбрала три самых популярных семейства Xilinx и три самых популярных семейства Altera, которые сейчас больше всего ставятся в устройство. Это циклон Aria и Stratix. Циклон считается таким семейством для более-менее ну, какой-то бытовой техники. Таким, попроще, грубо говоря. Aria используется в более нагруженных приложениях. Stratix — это, ну, что-то обычно такое вообще запредельное. В каких-то скоростных осциллографах может быть что-то, где требуется очень много ресурсов и что-то производится очень высоконагруженное. Ну, про применение мы чуть дальше поговорим. Ну, вот, собственно, основные блоки, по которым инженер выбирает, какую микросхему поставить. В зависимости от того, какое задание, задача у него стоит. Выбирается количество, предполагаемое количество памяти, количество DSP-блоков, если вы занимаетесь обработкой сигналов. То есть вам нужно много DSP-блоков, если вы занимаетесь маршрутизацией. Вы хотите, чтобы расшифровать строчки Гейтс, DSP, U? А Гейтс — это логические элементы. Рама — это память, DSP — это, ну, вычислительные, ну, это умножители с плавающей точкой. Они тоже встроены в приз. То есть это вычислители не Гейтса, а какого-то другого рода? Это, ну, это аппаратные умножители. То есть это устройство, которое может выполнить при умножении двух 18-разрядных сигналов с плавающей точкой за такт. Ну, как мы... Ну, то есть как бы Гейтс — это вычислитель общего назначения, а отдельные счеты? Гейтс — это скорее элементы хранения и логической маршрутизации сигналов. DSP — это блоки... Имеет ли это, что сложение целых чисел тоже через Гейтс делается? Да, сложение целых чисел делается через Гейтс. А умножение — через специальные аппаратные умножители. Это, ну, довольно важный параметр, если вы занимаетесь какой-то цифровой обработкой сигналов. То есть обычно вся фильтрация на умножителях, все... какие-нибудь фурьи на умножителях делаются. Поэтому... Много операций с плавающей точкой. Коллеги? Да, да. Кодировка из какого-то аналогового сигнала в эти вот 18 битов — это какая-то совсем отдельная... Чаще всего, ну, вот, насколько я помню, Альтера не встраивает АЦП в микросхемы. Аксайл он встраивает, вот, у них есть... Практически во всех семействах есть встроенный АЦП от XADC интерфейс. Вот. Он не сказать, что бы очень высокоскоростной, там, по-моему, до одного мегабита у него подпускная способность, полоса 10 мегабит, что-то такое. Вот. То есть если вам нужно оцифровывать большие потоки, то нужно вставить внешнее АЦП. Да. Да. Конечно, ПЛИС — это цифровые схемы. Поэтому... Никакой... Никаких аналоговых сигналов. И О — это элементы ввода-вывода. Ножки. То пол-полутора тысяч ножек, может быть. Клочков. Да. Да, она смешно выглядит, и, конечно, за геморрой такой паять. И EF — это интерфейсы. Поддерживаемые... Здесь можно увидеть... Ну, PCI-экспресс практически во всех современных микросхемах есть. SRDZ — это серилизаторы или серилизаторы. Тоже высокоскоростные интерфейсы для всяких... Организации всяких сетей, там, до 25 гигабит пропускной способности. Ну, и Power Conception. В общем, энергопотребление. Чем меньше техпроцесс с обыдавлением микросхемы, тем меньше энергопотребление. Логично. Более-менее. Вот. Это, собственно, то, как выбрать. В зависимости от того, что тебе нужно. Если ты уже что-то малопотребляющее, соответственно, нужно выбирать какую-то микросхему. Поменьше, потому что, чем больше у тебя задействовано ресурсов, тем больше эта штука жрёт. Жрёт она как не в себя. Непонятно почему. Как примерно соотносится мощность вычислительной и с каким-нибудь обычным центральным процессором обычного компьютера? Примерно такое же что-то получается? Мощность вычислительная. Ну, в операциях в секунду? Ну, да. Я не знаю. Просто вот эти вот 2 миллиона... Ну, смотри. Если у тебя центральный процессор, который выполняет операции на частоте, сколько там? Ну, 3 ГГц, например. То есть, 3 миллиарда операций в секунду. Или у тебя есть 3 миллиона логических ячеек, каждый из которых выполняет вычислительную операцию за такт. Ну, процессор тоже состоит из много маленьких логических ячеек. Ну, выполняет одну операцию. Да, он не параллельный. Да, он не параллельный. А тут у тебя выполняются вычисления параллельно. Ну, безусловно, не все 3 миллиона логических ячеек выполняют одну операцию, да? Я не стала приводить в эти сравнения по террафлопсам, потому что я сама, честно говоря, не очень понимаю. Для меня это не очень нативное число. Просто когда ты сказала, что он потребляет много энергии, столько же, сколько обычных процессов дисктопного компьютера или больше? Скорее, меньше. Меньше? Даже, наверное... Ну, в разы меньше. То есть, маленькие, в семейство циклона или спартан, у них энергопотребление ватт. Понятно. То есть, это другие все-таки? Да, это совсем другие цифры. Если мы говорим про какие-то стратексы или виртексы, у них бывают, наверное, и десятки ватт тоже, если где-то что-то высоконагруженное. Но все-таки современные микропроцессоры, ну, процессоры, которые стоят в компьютерах, это не меньше, чем десятки ватт. Ну, наконец, про то, где это все может применяться. Ну, самый большой рынок – это телекоммуникация и беспроводная техника, потому что PLIS – они идеальны для того, чтобы делать радиоприемники, радиопередатчики. Главная разница с универсальным процессорами, я не знаю. Если это маршрутизатор, у которого там какой-нибудь обычный процессор, какой-нибудь там обычный Unix, это именно дешевизна плата? Для чего это преимущество? Там маршрутизаторы, где стоят обычные процессоры? Ну, я не знаю, какие там стоят процессоры. Там где стоят PLIS. Скорее всего. Там тебе не нужно, наверное, общего назначения. Ну, дело в том, что маршрутизаторы… это процессорное ядро. А вся остальная часть микросхемы работает как PLIS. Понятно. Как не отвязка. Вот. Но чаще всего, скорее, современный PLIS содержит еще и процессорное ядро, ну, не эмулирующееся на логических ячейках, а встроенное. Ну, очень много современных систем на кристалле, там стоит PLIS, и в нем ядро ARMA чаще всего. Они маленькие, и их удобно туда интегрировать. И, ну, соответственно, на процессоре можно раскрутить операционку, и ничто тебе… А PLIS используется для специализированных вещей и показывать его более высокой производительности? PLIS чаще всего используется тогда, когда тебе нужно смаршрутизировать, например, большое количество входных сигналов. Ну, например, когда у тебя есть входной поток, там, не знаю, 300 мегабит, ну, 300 сигналов по 300 мегабит, а тебе их нужно распихать, там, в четыре канала, например, параллельно и одновременно. Довольно трудно выполнить такую задачу на микропроцессоре. А где еще? Ну, система технического зрения – это вот вторая категория, которая сейчас отвоевывает рынок, автоматизация производства, система видеообработки, всевозможные даже нейросети, если хотите. При этом вот эти нейросети и алгоритмы обработки, они в том числе прямо частично зашиваются в… Полностью зашиваются в PLIS. Полностью зашиваются. В принципе, PLIS довольно неплохой выбор аппаратного решения для реализации нейросетей, ну, небольших нейросетей, большие сверточные нейросети, которые сейчас шумят везде, они довольно плохо вожатся на архитектуру PLIS, потому что, ну, они содержат много нейронов, да, суть сверточных нейросетей, в том, что они глубокие, там, много уровней обработки. Один нейрон, ну, я читала статью где-то году, наверное, в семнадцатом, ребята сделали неплохое решение для PLIS, как, собственно, организовать нейрон. И в среднего размера PLIS они сумели напихать всего 256 нейронов, что, в общем-то, ну, да, не очень много. Но, в принципе, самые первые CPUD, которые придумали, про которые я говорю, они как раз были придуманы для распознавания каких-то циферных изображений. Они делали это для автоматизации производства. Конвейеризации. Вот. Следующий сегмент рынка – это, ну, сети хранения данных. Хабы, ну, какие-то суперкомпьютеры. В них используется PLIS для ускорения приема и обработки информации. Ну, в военной технике всякие прицелы умные, радары, системы обнаружения. То же самое, что и робототехника и компьютерная. Ну, в общем, да, но просто если уж буквоедствует, то робот – это машина, которая должна уметь сама обучаться. Военная техника лучше бы не умела, конечно, на мой взгляд. Космические системы тоже часто используют PLIS, но там проблема в радиозвучении. Радиозвучение, как известно, по сравнению с техпроцессами в современных PLIS, оно довольно большое. Ну, то есть они, грубо говоря, прошивают микросхему насквозь, и она ломается. Поэтому там нужно использовать микросхемы с техпроцессом довольно большим. Есть современные PLIS – это, там, техпроцесс 14 нанометров, там используется 180-190 нанометров. Они обычно золотые, в прямом смысле, покрыты золотом. Ну, в общем, они дорогие, их сложно изготавливать, и поэтому доля в космосе не очень большая. В смысле, в себе же недостатки и к другим типам микросхемы? Да, безусловно. Ну, к PLIS, наверное, чуть более это применимо, потому что… Ну, самый большой выигрыш в PLIS – то, что туда можно напихать много логических ячеек, а в космосе нельзя. А нет такого, что если, типа, какой-то кусочек сдох, то перепрограммируешь, чтобы его не использовать? На ходу нет. Ну, какой-нибудь, я имею в виду, какой-нибудь Watchdog, что, типа, основной процессор провис, тогда… Ну, вероятно, скорее всего, как-то так это и делается. Может быть, даже на Земле какую-нибудь придумывают? Ну, хотя бы… Возможно. Программы. Навероятно. Но, как бы, я точно знаю, что PLIS используется, например, в системе GPS. Спутники, которые обещают GPS-сигналы, их основные генераторы этого кода — это PLEASE. Они должны работать сверхточно. Поэтому ни о какой удаленной перепрошивке. В смысле сверхточно? Но они же все синхронизированные. Это, скорее всего, связано с каким-то хорошим генератором времени, который есть на спутнике. Да. Они с тем, что они как что-то должны умное вычислить? Они не должны умное вычислять, они должны быть очень высоконадежными. А, они ломаться? Да, они не должны ломаться. Не очень впечатляюще, конечно, получилось, но... В общем-то, я хотела донести идею о том, что PLEASE используется практически везде. Это музыкальные инструменты для генерации, собственно, звуков, например, в синтезаторе. И что еще? Биткоины. Для того, чтобы довольно эффективно генерировать биткоины на RIS или делать... Ну, GPU-это частный случай конкретной программы, которые делают... GPU-это альтернатива. Ну... Потому что GPU-это тоже параллельные. Можно посмотреть таблички. Ну, принцип типа другой. Но просто GPU по энергопотреблению, бывает, сильно проигрывают. Ну, довольно известный факт, что все видеокарты жрут не в себя. Вот. С этой точки зрения PLEASE более энергоэффективное решение. А если на базе PLEASE разработать собственный ASIC и, как ты говоришь, отдать его куда-нибудь в Китай на производство и получить уже собственную микросхему, вот... Это может быть еще более эффективным, еще более оптимизированным решением. Это, наверное, самое экзотичное применение PLEASE, хотя тут я просто не знакома. У меня не было личного опыта. Но, в принципе, многие используют PLEASE для того, чтобы смоделировать свою собственную микросхему, создать ее дизайн и исходный код отправить в Китай, а тебе оттуда пришлют твою собственную микросхему. Ну, как ты говоришь, что сейчас особо смысла нет, потому что основные линейки, они перепрограммированы. Да. И их проще перепрограммировать на месте, чем... Можно. Эсики получаются дешевле. В разы дешевле. Ну, к слову про стоимость... Ну, допустим, вот тот средний гециклон стоит 1000 рублей за микросхему. Это больше 10 долларов. Эсики можно получить за пару долларов за штуку. Если ты создаешь какие-то устройства, которые идут партиями в несколькие сотен тысяч, то, ну, очевидно, тебе нужен эсик скорее, чем PLEASE. Ну, и, собственно, про то, как это обычно делается. Обычный день разработки PLEASE. Хорошим паттерном проектированием является первоначально создать модель того, что вы собираетесь сделать вашего будущего устройства. Для этого можно использовать MATLAB или Python, если у вас много свободного времени. Ну, то есть, моделирование MATLAB производится в разы быстрее, чем в Python, на мой взгляд. Но если вашему работодателю жалко скошеливаться вам на лицензии MATLAB, который стоит несколько тысяч долларов, можно использовать Python. Ну, вообще не понял, что значит моделирование. Значит, что я потом не смогу использовать эту модель для генерации. То есть, мне придется то же самое переписывать на другом средстве? Ну, как бы да. Ну, сначала довольно логично отработать алгоритм того, как будет функционировать твое устройство. То есть, у нас такой студии, где можно и создать то, что в итоге будет микросхемой, и сразу же там же протестировать, как оно работает? Нет. Обычно пользуются, как минимум, тремя программными средствами. Это средства моделирования MATLAB или какой-то Python интерпретатор. Непосредственно СВИДА, КВАРТУС, ВИВАДА, ДАЙМОНД, СИМПРИФАЙ ПРО. Это программные продукты, которые осуществляют логический синтез того, что ты написал, твоей программы. Дальше раскладывают эти логические уравнения, получившиеся в результате написания кода, по элементам логических ячеек. Это обсуждание карты, мэппинг. И после этого данные логические ячейки раскладываются уже непосредственно по элементам кристаллов. Это называется роутинг-разводка. Больше ничего условно ИДЕ делать не умеют. Потому что, не считая первой синтезологической конструкции, это аппаратно-независимая операция. Поэтому существует довольно много сторонних синтезаторов, например, с открытым исходным кодом, которые можно использовать. Но чаще всего эффективнее использовать синтезаторы, которые выпущены непосредственно изготовителем микросхемы, потому что они более оптимизированы под архитектуру каждого конкретных устройств, каждого конкретной микросхемы. А мэппинг и разводка – это уже абсолютно аппаратно-зависимые операции, которые используют уже ресурсы конкретной микросхемы. То есть, при создании проекта первое, что ты делаешь, это ты выбираешь микросхему. Исходя из того, какая микросхема выбрана, она будет по-разному проходить. И этап создания карты, и этап разводки. Ну и последний этап. Программаторы тоже абсолютно аппаратно-независимые. Ну, аппаратно можно сказать и то, и другое. В том смысле, что это просто устройство, просто программа, которая, пользуясь известным интерфейсом, например, G-tag прошивает внешнюю или внутреннюю флеш-память. Тут тоже нет ничего от непосредственно взаимодействия с RIS. Это такой очень гладкий техпроцесс. На самом деле, большую часть времени каждый программист-разработчик проводит в среде моделирования. Или первоначального моделирования, отрабатывая свой алгоритм. Или моделирование в Model SIM. То есть, среде верификации. Ну, на самом деле, Model SIM – это просто самый частый выбор. Существует довольно много программных продуктов, которые способны взять логическое описание, синтезированное в вашей IDE, и промоделировать его работу. И, собственно, вот именно этим процессом занимаешься 90% времени. Ты подгружаешь логическое описание в моделлер, смотришь, как у тебя проходит моделирование сигналов, понимаешь, что ты там забыл поставить и, или, или, и переделываешься с самого начала. Собственно, это то, что касается верификации. Верификация, ну, бывает двух типов. Верификация по логическому описанию, когда подгружаются в файлы синтеза, или по уже файлу разводки. Это называется моделирование на гейтах, когда среда моделирования подгружает, в том числе и, ну, грубо говоря, физический, моделирует, в том числе, физические процессы, проходящие в микросхеме. То есть время прохождения сигналов по, ну, по самой микросхеме, термопроцессы, которые происходят в нагревании или, наоборот, охлаждении. Можно промоделировать, как будет работать твоя плата при минус сорока или, там, при ста градусах Цельсия. Это моделирование идет еще в разы медленнее, чем моделирование чисто на, чисто логических функций. Но это бывает довольно сильно полезно, потому что при нагревании или при охлаждении сигналы идут медленнее. По микросхеме могут возникать какие-то рассогласования, рассинхронизация твоего устройства и, в общем, может быть. А как это можно сделать до разводки? Не до разводки, после. А, после. Тут, визитно, как-то так это и происходит. Что еще можно сказать? Я тут упоминала оптимизацию. Это подэтапы, которые производятся, соответственно, при мэппинге и при разводке. А ты, как программист, указываешь в своей среде, какую стратегию оптимизации своего устройства разводчику или мэперу выбрать. Тут они, в общем-то, взаимоисключающие. Если у тебя есть какая-то небольшая микросхема и какой-то довольно высоконагруженный дизайн, который в эту микросхему не помещается, то тебе нужна оптимизация по использованным ресурсам. Почему чаще всего так бывает? Потому что, когда вы делаете многосерийное устройство, вам нужно, чтобы оно было максимально дешевым. Поэтому выбирайте маленькую микросхему, но при этом хотите, чтобы она обладала каким-то огромным функционалом, который чаще всего в эту микросхему не лезет. И дальше используются хитрушки уже непосредственно самого мэппера, который этот ваш дизайн в микросхему упихивает. Обратная ситуация, когда у вас какое-то очень высоконагруженное приложение, которое должно работать в каких-то экстремальных условиях, какой-то очень высокой частоте или принимать какой-то огромный поток данных. И оно должно быть быстрым и надежным. В этом случае вам нужна оптимизация быстродействия. В данном случае роутер использует криверизацию сигналов. То есть задействует... Можно на одном блоке проделать одну и ту же операцию несколько раз последовательно. Например, на одном умножителе вычисляется фильтрация последовательно. Это медленно, но задействует меньше ресурсов. Можно использовать 18 умножителей для того, чтобы отфильтровать сигнал параллельно. Но это, соответственно, задействует больше ресурсов, тратит меньше времени. Поэтому я говорю о том, что оптимизация по быстродействию, оптимизация по ресурсам, она взаимоисключающая. Такие исследования, как Quartus или Vivada, они предоставляют набор преднастроек. То есть вам нужно просто выбрать выпадающее меню, какой затягивающий оптимизации вы хотите. В изготовителях попроще, вроде Letys'а, нужно уже гуглить мануал. Ну, последнее, ладно, что я могла... Указать, это план курса, который я планировала. Планировала. План курса, который я планировала, да. Мы рассмотрим основы синтексиса, как считать, знаково-безнаково, с фиксированной, с плавающей точкой, какие-то типовые конструкции, вроде двиговых регистров, как писать память, как хранить какие-то FIFO данные, как маршрутизировать данные. Потом про верификацию, ну, все-таки про то, как писать тест-бенч и как моделировать все в модуль 7, как мы сегодня это видели, это довольно геморройно. И немножко про оптимизацию. Про то, какие стратегии оптимизации... Ну, как, собственно, реализовывать эти самые стратегии оптимизации непосредственно уже в ДЕ. Ну, и дальше, что с чего? Ну, я даже думаю, что это будет не последовательно, а параллельно. То есть мы что-нибудь разберем в какой-нибудь синтексис, что-нибудь напишем. Я бы спросил про пример, вот, чего там может... Ну, вот, как выглядит модель или логическое описание. Как это вот... Ну, вот у вас там программа какая-то была... Ну, как выглядит... На что похож процесс программирования? На что похож процесс программирования? Ну, давайте посмотрим. Я имею в виду, это, может быть, какая-то высокоуровневая программа, а потом бы... Я пользуюсь Матлабом чаще. Я чаще всего пользуюсь Матлабом, точнее, Симулинком. Потому что мне визуально проще смотреть, как мой сигнал исходит из источника, проходит через какие функциональные блоки, и получается на выходе плюс в Симулинке есть такая прикольная штука, как автогенератор кода. Вообще, в Матлаб... Я думаю, что это какой-то вскоре у него прогревает программирование. Вы нажимаете, и он его как-то превращает вот в эти вот блоки сам. И не нужно смотреть, как там сигнал идет. Ну, большая часть отладки, она происходит глазами, можно сказать. Вот то, что мы видели в самом начале, то есть то, что ты видел, это, собственно, процесс моделирования. Вот список сигналов, вот они идут, и ты смотришь, как они у тебя идут, и что они тут делают, как они переключаются из одного состояния в другое, вовремя ли это происходит, в какой момент это все происходит. Как-то так. И если что-то где-то расходится, ты понимаешь, где у тебя ошибка. Или не понимаешь? Чаще не понимаешь. Я ничего не понимаю. А где это ты делаешь? Что? Это Quartus. Среда программирования для Альтеры. Здесь ты пишешь программный код. Дальше нажимаешь на кнопочку Analyze and Synthesis. Это, собственно, запускается синтезатор, и он синтезирует вот эту самую логическую структуру. Ты, ну, на самом деле можешь ее посмотреть. Вот, Letters Viewers. Как язык в камере одинаковается? Я так думаю, внутри, допустим. Чаще всего используют или веревок, или VHDL. VHDL распознала аббревиатура? Веревок. Веревок, не аббревиатура. Это два самых популярных языка описания аппаратного состава. Ну, бытует такая байка, я не знаю, правда это или нет. А то, что после соревнований для плясоводов в Веревошнике уже допивали вторую быту гоняка после выигрыша, а в VHDL все еще заканчивали писать код. Ну, Веревок довольно рутинный язык. Там очень много всего приходится описывать, много дополнительных конструкций. Поэтому я его не знаю. Я знаю только веревок VHDL, я знаю только веревок, да. Вот. Логическая схема, то, что получается в результате синтеза. Это не то, чтобы это один какой-то файл, это скорее визуальное отображение той конструкции, которой ты написал. Она скорее информативная. Можно посмотреть, какие элементы использует синтезатор, как он правильно или неправильно раскладывает это на логические конструкции. После того, как ты создал логическую схему, кнопочка Analyze and Synthesis, в квартусе это довольно красиво и просто. ты просто называешь run, run simulation tool, retail simulation. И модель SimSampad, то средство моделирования, которое прописывается в настройках проекта, оно подтягивает созданные файлы и запускает симуляцию. И вот тут видится все. Можно посмотреть все вот эти. Как эти процессы идут во времени. Ну, вот здесь уже непонятно, как это соотносится, допустим, с картинкой схемы, которую мы видели. Ну, где здесь какие-то входы и выходы? Ну, входики обозначены стрелочкой туда. Красная стрелочка, да? Нет, не красная. Важный момент. Как вообще про структуру проекта? Каждый веревок файл – это описание одного какого-то модуля на твоей микросхеме. Соответственно, у него есть входы и выходы. Ты описываешь входы, выходы. Описываешь, что, собственно, делает этот самый модуль. Описываешь межсоединения. И, фактически, ну, это как описание, не знаю, типа или класса в стандартных языках программирования. Перечисление, ну, начинается с каждого файла. Называется слово «модуль». Название модуля. Перечисление входов, перечисление выходов. Как происходит моделирование? Каждому своему модулю, ну, хорошим партнерным проектированием считается отваживать каждый свой модуль в отдельности. Ты пишешь тест-бейдж. То есть, некоторое описание сигналов, которые будут подаваться, соответственно, на входы твоего модуля. Так как это не синтезируемый код, а код моделирования, в нем допускаются конструкции, которые синтезироваться не могут. Ну, например, какие-то типы данных целочисленные, открытия, чтение из файлов, какие-то операторы задержки. Это в кодах тестов. Это в кодах тестов, да. Такой код не допускается в кодах своих модулей, потому что он не синтезируется, не представляет из себя физического устройства. Но в тест-бейджах такие вещи делать можно и нужно. После этого запускается моделирование и, собственно, выполняется код этого тест-бейджа. То есть, моделлер моделирует сигналы, которые ты здесь описываешь, и подает их на вход твоего модуля, который ты, собственно, тестируешь. Ну, а отсюда более-менее тебе уже как разработчику становится понятно, что значат все вот эти циферки и линии. Вот там один тест – это был весь экран или только один вертикальный столбец один тест? Я просто не мог понять. Это по горизонтали у тебя такты? По горизонтали у меня такты. То есть один нолик – это значит, что в какой-то промежуточном узле… В данном моменте был нолик. Да. А все входы и выходы вынесены ближе к верху экрана, чтобы было понятнее? Ну, в общем, да, у меня входы наверху, а внутренние узлы, которые я отваживаю, они внизу. Но это уже вкусовщина тут, в общем, как хочешь. В каком смысле они отображаются графиком? Это когда один вход – это какое-то типа число, и здесь оно графически отображено размером этого числа. Это цифровая схема, это значит, что вход – число. Да, я просто вот эти вот… На университет, вверху единица. Да. А, то есть вот это один бит, это не… Вот это волна? Ну, один так. Это, ну, как это моделирование клоу-ха. То есть вот одна зависимость от того, сколько микросхема кушает, это будет 0 вольт и, например, плюс 1 вольт. Да, я просто не понял, что это бит, а не что-то более… Не какое-то сложное число, которое ты объявила там в высоком уровне в языке. Я имею в виду, если бы ты объявил действительное число, то оно бы здесь изображалось не битами, а графиками. Это уже свойство среды моделирования. Каждая, наверное, среда моделирования умеет объединять… Ну, как… Вообще, по идее, цифровой сигнал – это, ну, бит, да, он может быть в состоянии 0 или 1, но биты можно объединять в шины, и тогда… Ну, указывает среде, что это будет у тебя шина, которая представляет n-разрядное число, 8-разрядное, 6-разрядное, 3-разрядное, 25-разрядное… Я имею в это вот отображение в отладчике, что если вот там будет 100 входов-выходов и, не знаю, 10 тысяч промежуточных узлов, это же невозможно читать, если оно не сворачивается… Ну, я не знаю, как они действительно отладчик на сэмпле с отладчиком привязаны к той, по-моему, что написал, которые преобразуют в понятные термины… Конкретно вот эта штука, которая там на экране, она изображает психологический анализатор. Вполне себе механизация… Реально существующая… Ну, в общем, да, это действительно можно подключить устройство, логический анализатор с щупами к конкретным дорожкам на платье, и увидеть такую же картинку. И в логических анализаторах тоже можно объединить некоторые сигналы. Ну, вот конкретно вот это вот у меня, например, счетчик на 8 бит. Вот 8 сигналов, объединенные по шину, и в среде указано, что это счетчик на 8 бит, поэтому вот мы здесь видим число 255. А, то есть все-таки некоторые точки здесь отображают какие-то высокоуровневые понятия? Ну, в общем, да, да. Сигналы можно объединять в шины и указывать синтезатору. Моделеру какого типа это числа. Вот так вот. Ну, в смысле, я смотрю на это сразу с двух сторон, что могу ли я что-то на этом написать, то есть могу ли я сделать такую штуку, и, главное, зачем. А с второй стороны я сразу смотрю, нуждается ли это в каких-то, наоборот, развитии этих пулзов, чтобы это было более… Ну, короче, имеет ли смысл заниматься софтом для персонального компьютера, обслуживающим вот эту всю инфраструктуру? Ну, смотри, если мы говорим про среды проектирования, то обычно их разрабатывают те же самые люди, ну, не те же самые люди, но те же самые компании, которые разрабатывают микросхемы. У Этиса свой, своя среда, у Альтера своя среда, у Ксалинса своя среда, и тут как бы внешнего влияния оно особо не предусматривает. Ну, то есть ты можешь написать фидбэк о том, что вот мне не нравится, как оно у вас работает? Ну, я не думаю, что они тебя послушают. Нет, это я понимаю про фидбэк, я скорее просто смотрю, и вижу, что мне, ну, просто как программисту, кажется, что работать в этом невозможно, и нужно прикручивать какие-то более высокоуроновые нашлепки, чтобы, ну, какие-то, я не знаю, я просто, может быть, не знаю, чего действительно на этих штуках пишут, ну, чтобы там... На этих штуках пишут то, что работает очень быстро. Чтобы я мог объявить какую-нибудь, не знаю, функцию на комнате с геопрограммирования, которое компилируется в ООВМ, и чтобы из этого оно прямо сгенерило как-то эту функцию, чтобы она работала... Ну, понимаешь, когда мы говорим про плюс, мы говорим про обработку сигналов. Поэтому это в любом случае вот такие вот полосочки, которые каким-то образом меняются во времени. Это, по идее, ну, всё, чем ты там занимаешься. И как это можно представить лучше, ну, вот люди за 30 лет так не придумали. Понятно. Ну и просто мне не хватает понимания действительно задач, чтобы... Чтобы как-то... То есть я не знаю, не могу ответить на вопрос, как... В каком виде мне бы хотелось писать, программировать вот эти микросхемы, потому что я не знаю, какую задачу, типичную задачу мне придётся решать. Нет, они же внутри асцинографов, например, встречаются такие микросхемы. Ну, да, мы, в общем, об этом уже перечисляли. Все тексты быстродействующих ADC, навыка цифровых преобразователей, встречаются регулярно. Ну, я как радиотехник мне ближе радио, все радиоприёмники, радиомодуляторы, передатчики, всё что угодно. Но, да, как это называется, метрологическая техника, да, вся тоже напихана. Да, где очень нужно быстродействие, но очень дорого будет делать ясик. Да. А конкретно с того, что мы здесь можем поделать, если кто-то потом захочет остаться на курсе. Я хочу. Ты хочешь на курс, да? Классно. Я думала, у меня есть несколько вариантов. Какие отлаточные клады есть? Я украла две отлаточные клады с работы. Ну, то есть, все отлаточные клады с работы, которые у нас есть. Это система на кристалле с циклоном пятым. Здесь как раз есть микро процессорное ядро встроенное и самая непосредственно плисина. С армовским ядром? С армовским ядром, да. А память внешняя? Ну, да, естественно, у них у всех память внешняя. Ну, там, сколько в ней внутренней памяти? 20 мегабайт? По-моему. Внутренней мертозависимой памяти. Потом, передашь, народу пускай тоже поглядят. А что-то... Эта плата определяет, что мы можем к ней подключить? Ну, что у нее есть? Вот смотри, у нее есть FGA-выход, у нее есть аудио-выход, да, у нее есть 80 цифровых выходов или входов тут уж как захочешь. USB-выход. Сетевой вход есть. Да, Ethernet. Парочка, по-моему, DDR памяти там стоит дополнительная. Да, вон они сбоку справа. Кодек аудио. Индикаторы всякие. Ну, кнопочки, циферки, индикаторы, которыми можно помегать светодиодики, Hello World нарисовать по-микроконтроллерски. Да. Побегать светодиодикам. Светодиодами я должен быть вообще... Вот, и есть второй вариант. Мы уже знаем, какой у нее шорт, чем она подсоединена. Да, она уже, ну, естественно, распаяна, как бы, что к чему подсоединено, это уже жестко детерминировано, на это мы никак не можем повлиять, потому что это платы с моей работой, а не мои личные. Они были бы личные, можно было бы раскручивать, конечно. Вот к этим разъемам можно чего угодно присоединять. Да, можно чего угодно присоединять. Это второй вариант. Я склоняюсь скорее к нему, потому что это не система на кристалле, здесь процессорное ядро вынесено наружу. Здесь отдельно арманский микропроцессор, Cortex-M3 и Plissin, тоже пятый циклон. Вот. Не стою. 32 и 207. 207. У него еще есть экранчик. С которым можно тоже побаловаться. Вот. Ну а дальше все как бы твоя фантазия. У меня было предложение сделать что-то вроде, не знаю, синтезатора музыкального. Там есть как раз аналоговый выход. Аудио. Аудиокодек. Нужно понажимать на кнопочки, оно будет издавать какие-нибудь звуки. Ух ты. Ну в смысле, что я держу кнопку, оно постоянно... И оно, например, какое-нибудь звук генерит. И тут как бы уже все зависит от нашей фантазии. А, нет. Чтобы генерить звук в смысле, что она на синтезатор подает постоянный сигнал или она должна сама изображать частоту этого звука? Она генерирует звук. Это цифровая схема. Ты сам напишешь для нее генератор частот. А, то есть я должен сам написать генератор частот, зная частоту работы, собственно, самого. Генератор частоты будет базироваться на частоте нашего процесса. Ну... А как там со встроенной периферией? Только ШИМ? Или есть встроенный ЦАП? Или внешний ЦАП? ЦАП... Цифра аналоговая скорее. Ну, кодек делает. Там 264-й кодек. Аудиокодек отдельная микросхема. То есть ты в нее гонишь E2S-поток, а он из него уже сделает музыку. Понятненько. Вот. Насчет частоты. Понимаешь, у ПЛИС нет как таковой заданной частоты. Ну, на плате у нее есть генератор. У нее есть внешний генератор сигнала и PLL. Вот здесь камень на 25 мг стоит. Как же это распробуется? ФАПЧ. Фазовая автоподстройка частоты. Фейзлок луп. Фейзлок луп, если по-английски. Да. Когда входит тактовый сигнал и вот этот аппаратный блок, он его делит или умножает, или каким-то хитрым образом еще преобразовывает в ту тактовую частоту, которую тебе хочется. Ну, например, у тебя на входе может стоять 26 мегагерцовый осциллятор, а ты на ФАПЧ из него делаешь, ну, умножаешь его на 4, например, или на 6, или на 8. Насколько влезет. Или там, не знаю, на 10 и делишь пополам, если тебе очень хочется. Но я не знаю. А, то есть у нас будет один какой-то генератор просто известный, но его все-таки нужно откуда-то взять. Ну, он стоит на плате. Там даже, по-моему, несколько стоит источников тактового сигнала. По-моему, три. Возможно, для наиболее упоротых извращенцев можно будет кнопкой нажимать тактовый сигнал? ПЛЛ на ходу подстраивать. Ну, это не очень... Ну, то есть довольно трудно создать дизайн, который бы работал на нескольких частотах. Входной клок подается на ПЛЛ. ПЛ генерит клок какой-то, на котором уже будет работать своя микросхема. Поэтому частота работы микросхемы, она не детерминирована, а зависит от того, какая задача, такая и будет. Это может быть единицы мегагерц, десятки мегагерц, сотни мегагерц. А вообще без тактового сигнала асинхронно она работать может? Асинхронно не может. Ну, то есть это считается дурным паттерном проектирования. В принципе, конечно, можно сделать так, что у тебя один модуль работает на одном тактовом сигнале, другой модуль работает на другом тактовом сигнале. Но ты их задолбаешь, если синхронизировать. Вот. И, ну, это... Это так выяснилось. Есть такой максимальный порог, да, по частоте? Да, это обычно ограничено по ИЛЛе. Какую максимальную частоту может сделать твоя по ИЛЛе? Ну, вот этот вот блок фазовой автоподстройки частоты. Это обычно максимум. Ну, и опять-таки, когда ты проектируешь дизайн, у тебя есть какой-то источник сигнала и выход сигнала. И, соответственно, этот сигнал через твои блоки обработки сколько-то времени идет. И вот это вот время прохождения сигнала от источника от source до destination – это твое ограничение частоты. Должно быть много меньше, чем... Ну, оно должно быть таким, каким ты хочешь, чтобы оно было. Если ты хочешь, чтобы оно обработало с частотой 104 МГц, соответственно, у тебя вот эти физические блоки на кристалле должны быть расположены так, чтобы время прохождения по ним составляло 1,144... Я плохо считаю. Ну, то есть слишком длинная программа не может выполняться? Ну, не слишком длинная программа, а слишком длинный конвейер обработки. Да. Ну, у тебя между источником и выходом должно быть, грубо говоря, ограниченное количество логических переключателей, умножителей и так далее. Это как раз та самая оптимизация по времени по частоте. А вот эти максимумы на такой частоте могут работать? Тут, как бы, гонка не за частотой чаще всего, все-таки. Потому что, ну, если ты можешь делать 400 миллионов операций... Нет, 400 миллионов раз в секунду много сотен операций, это тоже, в общем, очень неплохо. Вот. Много сотен, в смысле... Ну, в смысле, у тебя много элементов, много блоков внутри микросхемы. Или независимых блоков. Независимых. Ну, независимых. В этом вся суть этих штуковин. Был идея пристыковать к этой плате камеру какую-нибудь небольшую, вот, и вводить на экранчик или картинку уже, или даже добавить какой-нибудь там фильтр границ или что-нибудь такое, какой-нибудь. Вот такой тестовый проект. Но это уже... Нейронная сеть туда уже не влезет? Нейронная сеть не влезет. А просто, ну, звук по генерите, это, наверное, месяца за три можно сделать. Ну, смотри какой. В смысле, смотри какой. Ну, в синусоиду можно, наверное, быстрее начать. Ну, в синусоиду можно быстрее, да. Ну, в смысле, если какое-нибудь что-нибудь красивое. Ну, хорошо, что-нибудь аутентичное, в смысле, как на фортепиано, когда у тебя за конкретную клавишу закреплен конкретный тон. Интереснее совсем, когда не только конкретная клавиша, а еще и моделируется резонанс. Ну, например. То есть, если между разными стволами для разных клавиш. Вообще бы. А если жетон или... Ну, когда правой педаль нажал, надавил на одну клавишу, а все... А у тебя вся клавиатура резать, ну да. Можно спрограммировать звук, в котором там, сколько-то, очень много абертона, что он звучал как звук? Ну, все можно. Ну, в смысле, чаще всего звук программируется с помощью таблиц памяти. Это просто сэмплы, которые лежат у тебя в памяти. И тут, как бы, у тебя ограничения два. Во-первых, объем памяти, да. Во-вторых, разрядность этой самой памяти. То есть, чем больше у тебя разрядность, тем чище у тебя звук. Чем больше у тебя памяти, тем больше сэмплов ты можешь туда запихать. Вот и все. Даже читай их оттуда и выводи на датс, и все. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok